привет мир вылази оттуда спряталась широкий что меня не видно мы спрятали здесь в дров дровиннике потому что на улице такой витрина вообще гонит нам хорошую погоду однозначно не просто гонит да у нас сегодня вылазка валя с девчонками поедут готовить короче на пасху на в общем сегодня в субботу мы едем с маме готовить с детьми куличи и красить яйца наташин дети тоже там будут так что вместе с детьми это по делам а завтра будет как раз таки пасха и поедем туда уже все вместе сегодня тема останется дома сейчас покормим животных и еще мне прислали ирисы вроде как баня россии тоже надо высадить сегодня тебя есть и место как раз для этого да у меня места везде много поэтому вот видео это выйдет у нас во вторник но все равно мы скажем вам всех всем с праздником пускай будет всегда все только хорошо да целый год мы копили яйца чтобы их сегодня приготовить не правда я хочу еще взять гусиные яйца большие потому что на что дети знают какого размера куриные какие гуси у наташи дети редко их видит поэтому вот сегодня будем еще гусиные яйца только на кого не красите гусиные яйца на пасху нет а мы будем красить да все пошли от солнца вылезла как раз пойдемте до животных покормим и пособираемся потихоньку туда сторону мамы вчера ходили на речку камни собирали катя собиральщик камней карманных выкидала чтобы быть тяжелее еще есть там и камень и на речке вот это собрал потому что умерла Да нет, я четыре вот аккуратненько вот так Ну, чтобы они погуще были и когда будут свистеть, чтобы такой прям букетик был Мама, мы там хотели в треугольнике посадить все тут, да, это не видно? Нет, сейчас еще рано, нет, у нас же еще будут заморские, он по-любому еще замерзнет В школе я потом посажу его, когда будет тепло, это на улице Что надо? Так ты его на улице будешь или дома? Ну, я его сначала в школе выросла, я подошла Ой, Катя, пакет, лови его Ага, все, спасибо, сейчас я это накопаю к себе и заберу все Туда не надо, Катя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Иди, смотри, я тебе что принесла, идешь, смотри Вот, зелень подъехала Скоро еще оба швы будет Друзья, ты иди немножечко, дай положить-то Упадет же, ну Вот, держи, ешь С такой же родностью С соседкой делиться будем? Я вчера все собрал Нашла? Конечно, вот три яйца Одно тресно тоже вот здесь вот почему-то Видишь? Тресно Я не знаю, наверное Все, яйца больше нету Не возмущается, все нормально У нас, кстати, ромашка сегодня или сегодня, максимум, завтра родит Так что надо за ней наблюдать Мы уже у мамы И мы же заказали в Васильке кучу всего туда для ее квартиры Сейчас будем смотреть, потому что там шторы и постельное белье и многое что еще Вот это вот, кстати, это твоим детям носки цвета остались И с Колей там попарно, они потом сами разделят помашу Спасибо большое, классно Вот здесь эти полотенца кухонные, одинаковые, это тебе важнее? Ой, Кисенька, такие красивые Это то, что тебе туда на новую квартиру подходит Спасибо, спасибо Я их пока сюда сложу Я хочу, чтобы вы посмотрели, что Не подойдут такие? Почему? А давай в скром Да, хорошие в цветочки Конечно Я брала длину у них длинную Они, видишь, здесь сверху подшиты уже То есть, что вы Гординовы как раз будете на днях покупать, на что вешать Они уже подшиты и высота у них с большим запасом А это что такое? А, чтобы собирать А, ну надо вот снизу вот как... Мы потом попросим Галине Николаевну, чтобы она все это дело... А, ну вот так... Чтобы нужный размер Вот они здесь везде все подшиты Видишь, как хорошо все подшиты? Да, 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 очень-очень молодцы А вот здесь? Молодец Где, вот с той стороны, где вешать уже, я уже сама запуталась Ой, они широкие А вот как раз мы вчера же смотрели ширину этого... Да, как раз... Чтобы балкон... На балконной двери Угу Там размеры написаны, я уже забыла Вот, здесь вот куда вешать Уже все есть Просто снежно, просто Галине Николаевне, чтобы она просто подшила высоту и все Нормально тебе такое этот... Нормально пойдет Хорошо Очень красиво, мои хорошие Следующее у нас это постельное белье, как раз под размер твоей кровати и под одеяло, под все вот это Ты же вот эту вот кровать с матрасом туда будешь забраться? Конечно Вот я думаю, что это пока не надо скрывать? Нет, это тоже полторашка или двухспальни, как понять Вот размер твоей кровати, как раз, Валер Ну, так раз Новые полотенца тебе туда же Чтобы старые Зачем? Вот в новом квартире будет все новое Здесь же полотенца всякие цветные О, мама Это для тебя, для гостей Да, 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 я уже поняла, мои хорошие Я вот, кстати, там заказывала вот эти вот маленькие полотенчики, они такие же, забыла, с какой ткани сделаны, а вот здесь написано Махровые, вот, кухонные, маленького размера А почему поняла? Они 40 на 70, мне очень они удобны Вытер какую-нибудь посуду, сложил на них посуду или... Да, 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 они махровые, они воду пропитывают или пропитывают Вот эти вот твои, вот эти вот штуки, это дело, конечно, хорошее, но им уже лет по 20 Поэтому я купила, заказала новое покрывало тебе на кровать Сейчас я его вскрою Смотри, посмотри, какой он Это как махровый, как понять, да? Нет, это, по-моему, плюш-велюр или как-то так она называется Ну, это можно им укрываться, не будет холодно Ой, вот это А мы сейчас пойдем уже кростеять, дети у нас, вернее, будут кростеять, а мы будем печку лечить Кроме, это гусиные яйца, ну возьми один и сравним с куриным яйцом Так, раз, маленькое А ты видишь, они какого цвета? Алиса, ты видела голубые яйца? Почему они зеленые? Это вот куру такие яйца несут Число А вы их кормите слишком зеленой травой Нет, это такая порода курилиц Ты же видишь, здесь есть вот такие вот серые яйца Ну как они, коричневые? Они бежевые Вот это вот голубая, это более зеленая Вот здесь вот другой цвет А это гусиные А это серые Ага, а давай достанем одно гусиное Голубый большой Огромный Аккуратно, вот посмотри его Некоторые яйца можно даже не красить Да, вот, 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 да Я вот эти вот специальные взяла такие, они же такие настоящие, в смысле мы их не... Тяжелые Аккуратно, развеи Да Алиса, аккуратно, пожалуйста На завтрак на яшницу один гусь Одно гусь Одно гусиное яйцо и наелся Мама, там желток такой же, как вот это яйцо Да, да, да Сколько же там белка Много Мы сейчас вам заводим краску, выкрасть яйца А мы будем тогда... Ну да, ее же надо развести, да А мы будем выпечку делать, да, Наташа? У мамы здесь яйца варятся, вот так вот интересно, вот в этой сетке Как она называется, я забыла уже Ну просто сеточка, вот, которая ходит... О, авоська, вот, в ней за продуктами ходили И гусины сложили, и наши вот эти вот куриные голубые И мамины, которые обычно сейчас они сварятся, дети ждут и будут яйца красить И вот компотик У нас там пока тесто замешивается Я вчера пробовала, я говорю, ну-ка я, ты сама, там июнь добавила, что-то В общем, мама вчера приготовила куличи, пироги какие-то И пока у нас нам тесто замешивается, мама компот принесла, все с удовольствием пьют Вкусно? А с чего компот? Ну, это черная смородина, наверное, это крыжунок, что ли, но... Ясно, я сейчас тоже буду компотом Наташа, ты будешь? Я нет Наташа, надеть Раньше ты была надеть, теперь я Я всю жизнь надеть Это... это закончится, потом или сейчас принесу Есть один банк от трехлитровой слива, короче, желтый Тесто для куличей у нас уже готово, одна партия Ну, мы будем несколько рецептов делать, да Тесто получилось хорошее, вот как я делала по рецепту для бриоши Точно так же сделали Только добавили сахара побольше, чтобы вот было сладенькое Все, перекладываем по формам, да? Да Перекладываем по формам, оно поднимется и будет Много форм разных Ой, видишь, оно даже не прилипает к себе Интересное тесто получается, да? Да, тесто очень интересное Нам надо... сейчас, 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 сейчас Наташа принесла вот такие интересные формы бумажные Я вот никогда, если честно, в них, ну, наверное, еще немножечко надо Никогда в них еще не пробовала печь ничего Я взяла свою форму здесь вот с весами все это делаю Слушай, а давай еще вот кто-то у нас любит Изюм кто-то нет, послойно будем добавлять и не во все Катя не любит, Алиса любит, вернее, наоборот Алиса не любит, Коля любит Сейчас все так и сделаем То есть я по чуть-чуть тогда буду класть и изюм будем посыпать Вот, по чуть-чуть маленькими этими Ага Опа О, я сверху сейчас буду изюм и кунжут Кунжут вот у меня черный как раз есть Будет тоже интересно Здесь в этом будет кунжут Угу Чисто вообще такое Какое оно вязкое, оно потом поднимается и получается просто пушистое Ага Я же все время так делаю Ой, какой, стой Какой-то жёлтый Где-то столько и наливай Давай еще Все больше не надо Да можно я Они горячие все, будьте аккуратны Подержи немного У Коли здесь гусиное яйцо, сюда к нему ничего не поместится Коля, у тебя же гусины? Да Вы, кстати, по одному гусиному яйцу можете покрасить себе и потом съесть их Коля О, у меня классно О, деда красивый цвет получился у Коли Да У Алиса тоже ярко-розовая Катя, у тебя как? Если красный, смешать желтым, получится оранжевый Можно оранжевый попробовать? О, опускай О, у меня класс Катя, давай это вот... А? Пока это просто цветашу оставить А потом будете перемешивать А не надо Дети у нас таким азартным яйца красят Нам вообще сейчас перекрашивают В смысле в одну краску, в другую Перемешивают Да, перемешивают Наташа делает уже второй рецепт теста По своему рецепту Вот у нас два рецепта этого Куличей Здесь пока все хорошо поднимается Скоро их надо будет в духовку отправлять Ты что? В зеленый ты зачем? Коля так уже... А кто сделал вот этот салат? Винхи красивый Это обычный был зеленый А вот это Коля уже сделал синий Синий? А, вот Такие яйца Мам, это я делала Это вроде с красным Тогда сделаю с красным Синий с красным Они во много раз больше Ага, вот это вот еще тоже очень красиво получилось Оно, которое было наше, голубое, да? Это... вот это? Ага Нет, мы голубые не красили А, да это обычное? Алиса Это тоже очень красиво получилось Олеся Олеся, ну да Ладно? Сейчас подожди Ой Где? Можно приклеить? Давай вот это вот приклеим Наташа там уже второй вид теста сейчас поставит выпекаться Ну посмотрите на вот эту вот красоту Посмотри Ой Оно немножечко лопнуло Оно очень мягенько получилось В общем оно остынет И мы идем сейчас покрасить глазурью Дети у нас там по группам разделились Кто играет на гитаре, кто где Очень красиво получилось вот это вот Ну-с, начнем Ой Как-то оно застыло Застыло? Да Но оно не застыло, все нормально Как это уливать? Ну как ты думаешь, как? Руками Давай Давай туда Давай туда Вот Нормально Если хочешь жидкое, можно еще больше воды налить Но он тогда расползается с кулича Ну давай ложкой, ложкой, ложкой Как что? Вот так вот ложечкой Держи кулич одной рукой Размазывать Ага О, Алис, получается Смотри Алис Нормально Нормально это понятно Смотри тут, чтобы не утекло Хорошо Столько Вот Все Все Аккуратно только А то еще вся будет Дай помогу У Кати прям единорог какой-то Красиво Рог приделай Ой Пожалуйста Подожди, аккуратно Тут надо брать щепотками Желтым О Чише Ну, да По желтым как-то Вот эти вот три получились самые красивые Прям Очень-очень красивые Нашка еще есть? Нет Ну Алису они тоже красивые Они пока еще не готовы Но ваше то, что здесь красят Из остатков Тоже красивые? Вот эти вот очень красивые И цвета Прям Очень красивые И у Коли Такое коричневое пятно Сегодня цветной день прям Ой У нас там на заднем фоне видны наши куличи Они красивые Очень красивые В общем, все Куличи мы сделали Сейчас уже потихоньку поедем домой А завтра уже решим, что будем делать Будем приезжать или нет Потому что Завтра уже Другой день будет Да Все, поехали домой Поехали 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 Мой кули Мне нравятся Колики Все Только вот Коли пятно черные Не пятно черные, а шоколадки много Черная дыра Потому что шоколадки просто много Шоколадки много Шоколадки много не бывает Вот они Опять хищник летает вот сверху Ой, да Варит Нет, это не варно Огромный хищник Смотри какой Варно забыла? Да, мы пришли сразу за стол Наши эти, вчерашние Тема, как тебя, некрасивый? Прикольно Главное, вот здесь три цвета и здесь вот на одном три цвета Ну, это вот Соня оформляла то, что ей там хватило Наталья Горна, у нас сегодня у нас по скромному на диете В общем, хочу Вань, ну ты же не на диете Тема, ты? Уже нет Уже нет, хорошо, я тоже нет Я тоже нет Короче, холодец тут надо, как сказать, передать кому надо будет Спасибо Ну что, всех с праздником, товарищи? Да, Рестов, воскрес Короче, сегодня так должно сказать Воистину воскрес Приятного аппетита всем Давайте, а то Уже проголодались Да, мы там спали вообще Да, ну ничего Так должно быть Кому передать холодец по почте? Пишите Ладно, всем приятного аппетита Спасибо Спасибо Тут надо делать местечко, как потом поставим Хорошо Посмотрите, какой котяра здесь Заходи сюда, просто окошко Он за шторой здесь, за тюлю его снимал, он как лев ходит здесь еще А ну встань в полную роль, чтобы тебя посмотреть Не пугай Угу Большой такой Смотри, как смотрит туда и сюда Умный Мам, так это твой кот? А? Нет, это не кот Соседский? Ну, похоже, но нет Головой качает, нет, не маме Ладно Кривой своей качает Пойдем, мы продолжим Застолье Как вкусно Ну все Праздник отметили, можно ехать домой, да? Да, дома отдыхать Дома будем отдыхать Все, все там уже Кто-то там собирается, кто-то с этой стороны уже Все, поехали домой Все, поехали мы, поехали домой Пока-пока Ой, какие тучи страшные, я не заметила Сейчас как дождь будет Что такое? Козленок один уже Родился козленок? Все, идем смотреть Там ромашка лежит Лежит? Вот Хатя, бери, думаю, что случилось? Козленок родился один Пойдем смотреть Он уже стоит Привет, ромашка Сейчас мы тебе все принесем Хорошенький ты ему Он уже стоит Вот так вот Он уже почти высох Интересно, кто это, мальчик или девочка? Принесли ромашки поесть Исхудала, бедняга Да нет, он не то, что исхудал Это вот после родов такой была Сейчас она Козленок там сзади спрятался Ага Я так понимаю, что он один Да, он один Здесь уже все Быстро она родила-то Мы здесь, главное, ходили Ждали, ждали А сейчас мы уехали Но у нас не было дома Мы в три уехали Сейчас время Около пяти Забрать собак И все Подождала Нас пока мы уедем Да И Родила Да Козленок там вот спрятался Вон он стоит Дрожит Еще мокренький Можно его погладить? Ему скучно будет одному Да Надо, наверное, опять нам Игнём поднять Ромашка, а ты что раскидываешься Кобикором-то, а? Вставай Походи немножечко Вставай Давай посмотрим, кто это Не понятно Малчик, девочка Так, Ромашка, давай Ножечку уберём Вот так надо Смотри Снова мальчик, да? Похоже, у нас снова Малчик Нам нужен девочка Надо с кем-то меняться Либо покупать козочку Потому что у нас Ромашечка Столаренькая уже Очень Столаренькая она уже Так, Роман, давай Кормить детку надо Что котён там делает? Сидит Сидит А Ромашка здесь кушает Все еще кушает Конечно, Ромашка проголодалась У нее целое ведро очистков Комбикор все По водичке она уже поела Ну, этот отдыхает Он еще не до конца высох Ну, пускай отдыхала Хороший у нас подарок К празднику, да, Катя? Только приехали Катя, главное, сразу Побежала к Ромашке Прибежала Такая, там один козленок Ладно, пускай на нее отдыхают Пойдем, попозже придем Я вот у Куриста Яйца забрала Смотри, как она возмущается Ну, где ты там? Крикущая Что ты там кричишь? А? Ну, забрали у тебя яйцо Не надо орать Ну что, отец, ты рад? С чего рад? Ну, пополнение На праздник А, ну да, прям на Пасху Угу Вот, отлично Только козлик Мы все ждали козочку, конечно Да, нам надо козочку Теперь, скорее всего, где-нибудь надо купить козочку Чтобы оставить ее на племя Наша коза очень старая уже Вот, ее даже уже опасно Запускать в следующий год Для компашки этому козлику нужен еще кто-то Да? Кто-то Надо кого-нибудь приобрести для компании Бычка Ты сам сказал? Нет, я шучу Поросенка Это не та категория Ладно, пойдем отдохнуть Это у нас Приступаем с завтрашнего дня К работе И сегодня Надо успеть отдохнуть немножечко Пойдемте отдыхать Пойдем Как вы понимаете, я уже на квартире Причем я один Валя с Наташей поехали в город Ствиль по делам Валя осталась дома Там проблемы с козой после окота Она, в общем, ждет ветеринара А я один приехал на квартиру доделывать плитку Ну, как доделать? По максимуму, что сегодня успею, сделаю Я уже, в принципе, достаточно быстро веду вверх вот эту белую плитку Осталось совсем немного Но потом вот эти вот подрезки, конечно, отнимут у меня какое-то время Вот здесь вот уже закрепил плитку для того, чтобы вот этот косяк добить Потом мне надо будет загидроизолировать весь поддон Скорее всего, с проклейкой, если успею, конечно Проклейка по периметру специальной гидроизоляционной лентой Ну, я показывал, как вот эти вот углы заделывал С этой стороны также мне надо будет вот там добить, вот здесь доделать И потом надо будет подрезать Но это уже другой вопрос И буду укладывать плитку уже на пол Плитка на пол вот такая вот Это, точнее, керамогранит 400 миллиметров Странно, было написано 400, она 396 Интересно, интересно Как только было написано 400 Ладно Она получается такой же, такая же практически белая, как и настенная плитка 200 на 300 Тоже с мраморными прожилками Я думаю, будет смотреться тоже неплохо Кстати, визуально вот эта вот ванная комната стала чуть шире, чуть больше За счет, наверное, плитки За счет того, что она светлая За счет того, что она будет горизонтально уложена А так места очень мало 1700 и 1700 это вообще ни о чем Поддон занимает здесь, считай, почти треть Еще вот эту фанеру 15 миллиметров толщиной Надо будет распилить, чтобы увезти домой Дома буду делать тумбочку под раковину В ванную Раковина есть уже И с фанерой решили сделать тумбочку Как раз листа должно хватить brother-бассер Так 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 параллельно ко всему я еще вот сделал штробу под провод для вентилятора соответственно здесь еще один провод пойдет от тройного выключателя чтобы можно было отдельно и вентиляторы свет включать ну вот и получается до распаечной коробки соответственно все потом это замажется заделается и будет отделывать штукатуркой под кирпичики вот такие вот идеально еще одна идеально ай-ай-ай тихо-тихо и и и и и Я в общем вернулся С работы И у нас тут целая история произошла Валя мне несколько раз звонила По поводу козы Мы 6 лет уже живем в деревне Но такого стресса у нас еще не было Я не буду рассказывать ситуацию в подробностях Потому что достаточно неприятно Я знаю что некоторые люди нас смотрят Еще с детьми вместе В общем коза у нас вчера родила Когда мы приехали от мамы Все достаточно хорошо Мы такие радостные Наконец коза родила один козлик Мы думали что будет и козочка Чтобы ее оставить Потому что у нас коза очень старая Ей уже почти 9 лет Но она вчера родила Мы ей теплую водичку с комбикормом Она попила хорошо Очистки съела То есть бодро Нормально Все хорошо У нее все что должно было выйти Вышло Это все убрала Выкинула Потом Тема вечером пошел Чтобы козленок поел Но вроде тоже Ничего такого странного Вроде бы не увидел Сегодня утром Мы выходим Я привыкла к тому Что у нас коза достаточно Ну такая специфическая Она утром рано не любит вставать И то что приходишь к ней Там в 7-8 утра Она еще лежит Это вполне нормально То есть мы когда увидели Что коза лежит Мы не подумали ничего такого плохого Потому что она там Часам к 9 Когда подошли сегодня к ней К полдевятому Я слышу Козлик орет как-то Неестественно Оказалось Она на нее Легла И прижала ее Я ее пытаюсь Как бы ромашка поднимить Вставай давай Она не может встать И тут я сразу К Теме Пойдем посмотрим Что-то не так с ромашкой И видим что она Тужится Как будто у нее сейчас Вот еще роды будут Ну в смысле не роды А кот Как это называется правильно А кот То что она сейчас еще Кого-то там родит Когда мы поняли Всю эту ситуацию Что она что-то не так Мы позвонили Этому ветеринару Но к сожалению Он сегодня В городе В старице И до сих пор его еще нет Хотя уже ближе к вечеру Мы переживаем сильно Так вот Я уже даже с мысли сбилась А Тюма поехала работать Я осталась И хорошо что осталась Потому что я вижу Что ее очень плохо Она все тужится Тужится В итоге там У нее был еще Неживой Козочка была Козочка неживая Она не вышла К сожалению Вот И после того Как я все это дело Вытащила Короче для Вали Это вообще Жесткий стресс был Я думаю Я ей сказал Что ветеринар Не каждый С этим сталкивается Часто Поэтому Короче до сих пор Козе все плохо И до сих пор Она тужится Как будто у нее там Третий козленок И Она съела Всего лишь одну морковку И три картошки Больше она ничего не хочет Воды правда Попила топ часа в два днем До этого вообще Отказывала съесть Она вообще ничего не ела У нее сено Ну понятное дело Сено она сейчас не ест Ей там И кандекорм Вот кстати Вчера Замоченный водой То есть Такая вот Как будто бы кашка Она это с удовольствием съела А сегодня утром Даже не прикоснулась к этому Ей не хватило силы В общем Чтобы родить второго Да И я тут Вот как Тема уехал Я вот все туда Сюда И лук уже весь посадила На участке Туда-сюда Обратно Везде хожу И через каждые минут Десять-пятнадцать К ней туда захожу Я ей ноги задние массирую Для того чтобы она не отлежала Чтобы они не отнялись У нее еще больше Она встает Максимум Что она на ногах стоит Секунд тридцать Максимум Минута В лучшем случае И падает И козлик этот Блин Козлик Он не ест Ничего не ест Уже сутки прошли Нет Еще не прошли сутки Не прошли сутки В общем Надеюсь все нормально будет Сегодня понаблюдаем Приедет Ветврач Посоветует Может что-нибудь делать Может проколит что-нибудь Я не знаю Я думаю что ей уже И антибиотики надо проколоть Потому что там Ну воспаление Скорее всего Какое-то может и началось Нежилой козлик Этот там доходился Достаточно долго И сейчас непонятно Что там у нее Как там Ладно Не будем развивать себе историю Вале сегодня Морально было тяжело Вот Это точно Поэтому Надеемся на лучшее Очень жаль Ромашку А Катя вчера Еще такая Сегодня в стране Надо придумать Имя Козленку Мы такие Ну да Надо что теперь Скажу Все хорошо В общем ждем ветеринара Когда он придет Посмотрит О развитии событий Расскажем попозже Сейчас чтобы отвлечься Я девчонок попросила Выйти на улицу Пойдем В этом В теплице Хотя бы редисочку Посеем уже Что-нибудь Какие-то там Зеленошки Пойдем Отличаемся Чуть-чуть Потому что Как-то Тяжко Это все Морально Понимаете Очень тяжко Я бы Я теме говорю Я бы лучше Физически Пошла бы там На квартире Ремонт Либо огород Перекопаю Она пьет Я думаю Что она не ест Она пьет воду Да я говорю Она сегодня с утра Ничего не хотела пить Только к обеду Стала пить воды Жадно так пила Это твой последний Кот Мы тебя больше Не будем знакомить С этим Козлом Давай-давай-давай Еще немного Давай Он начал кушать Наконец-то Проголодался Видишь Что у него В животе творится Да Газообразование Либо Я надеюсь Что там больше Никого нету Сейчас надеемся Вот видишь Надеюсь Это всего лишь Газообразование Посмотри на меня Зеленую травку Едали Она вот немножечко Воды попила А комикорм Так и не стал Много сил потеряла Что ли Да Она видишь У нее все Уже бока там Измяты Надо в общем Раз она ест Зеленую травку Дать ей только Зеленую травку Больше ничего Она не ест Этот обалдой Он там бегает Чихает Чуть-чуть Совсем поел Как ты себя чувствуешь Он там поносит У него понос Вы уже решили Что-то садить Мы хотим Редисточку Салат И шпинат Посеять сюда Чтобы как раз Они успеют Зайти Подрасти Прежде чем Мы Помидорки сюда Недели через три Можно уже есть Редиску Да Я надеюсь Так будет Так будет Отлично Сегодня здесь было 35 градусов Жар Сейчас 16 Солнца нет Из радис Из такого Маленького Растет Такое большое О, ты так редко Все решаешь посеять Как мы в прошлом году Да, вот так вот Да, вот так вот Вот так вот Делали Вот так аккуратненько И все Вот сюда вот Их еще где не хватит Тебе туда и сеешь Это что, Катюк Зелень какая-то Что засыпать Они как редиска, что ли Семена Даже крупнее Пореже, пореже надо Ну что, у нас был ветеринар Мы не стали его снимать Чтобы не смущать Что сказать Сказал, что третьего Там точно нет Да, он посмотрел Все хорошо Вопрос еще такой Мы ему когда сказали Сколько лет нашей Ромашки Ну что, она старенькая Там 6 раз родит коза Уже хорошо А у нас 8 раз родила коза И как помните Там утроняшки Были двоняшки Он сказал, что просто У нее закончились силы На двоих Тем более Она уже старая очень Поэтому он сделал ей укол Посмотрел ее И сказал, что Надо массировать ноги Вот, что мы сделали И чтобы она долго Не лежала на одном месте Постепенно ее поднимать Чтобы ничего не отекало И потихонечку Кормить ее Будем давать и травой И все Это был ее последний окот Такого стресса Ей больше не надо И нам тоже Потому что Ну как-то День сегодня Прошел слишком стрессовый Это же Ромашка Понимаете? Она самое первое животное Нет, не самое первое Ну короче Одно из самых первых животных Которое у нас появилось Понимаете? Это... И на тот момент Уже было как минимум Полтора года Если не два А кто самый первый? Самый первый Гусята Утята Которых мы выводили В квартире У нас видео есть Если посмотреть Наши самые старшие Самые старые Видео Мы там В городе Гусей выводили Гуся Помнишь в инкубаторе? А здесь которые были? Ну нет Это утки Утки были Ладно У нас уже вечереет Уже темнеет Так что мы сейчас Покормим животных Всех закроем Мы потихоньку Пойдем домой Потому что завтра Новый трудовой день И надо успеть Набраться Хотя бы немножечко сил Подзарядиться Шнур нужно подключить К розетке Жаль что у человека Такого функции нет Как в телефоне Быстрая зарядка За сотни Всем спасибо большое За просмотр За комментарии За лайки А мы пойдем Кормить животных И пойдем спать Всем пока